Следующая ключевая концепция в Гудине, которую вам следует изучить, это концепция контекстов. Что это, какие они бывают и зачем нужны, мы рассмотрим в этом уроке. Итак, представьте себе какую-нибудь организацию. Неважно какой. В таких организациях есть отделы. Например, бухгалтерия, отдел снабжения, доставка, кадровый отдел и так далее. Каждый из них занимается своим конкретным делом, не пересекаясь с другими. Но вместе они общаются, обмениваясь данными. И благодаря этому предприятие работает. Примерно так же устроен и Гудине. Каждый тип данных обрабатывается в своем контексте, но вместе они составляют единую сцену. Например, любой объект состоит из геометрии и материала, который назначен на геометрию. Значит, геометрия обрабатывается в одном контексте, а материал в другом. Но в целом они составляют единую сцену. Чтобы совсем стало понятно, мы просто сейчас пройдемся по всем контекстам непосредственно в Гудине. И я расскажу, что каждый из них делает. Для начала я немного изменю рабочий стол Гудине. Приведу его к привычному для меня виду. Для этого я нажму вот здесь посередине между панелями. А потом еще раз нажму с зажатой клавишей Alt. В первом случае мы поменяли их местами, во втором поменяли направление. И расширим. Теперь сохраним этот десктоп, чтобы он постоянно у меня открывался. Итого мы имеем viewport, нодовый граф и параметры нод. Давайте начнем. Первый контекст, с которым мы познакомимся, это объектный контекст. Или общ-контекст. Каждый раз, когда вы открываете новую сцену в Гудине, вы по умолчанию появляетесь в этом контексте. Об этом нам сообщает вот эта надпись. Сцена. То есть это контекст сцены. Этот контекст содержит все объекты, которые есть в сцене. Под объектами я имею ввиду то, что мы можем увидеть во вьюпорте. Например, создаем геометрию. Или источник света. Или камеру. И под каждый этот объект создается отдельная нода. У каждого типа нод, вот здесь справа, можете видеть свой набор вкладок. То есть параметры этого объекта. Но общая вкладка у них это transform. Это значит, что в данном контексте ключевой концепцией является трансформация объекта. Где этот объект находится в сцене. Его координаты, ориентация и масштаб. У любого объекта в этом контексте будет вкладка трансформаций. Как я ранее говорил, каждый контекст отвечает за свой тип данных. То есть у каждого свои возможности. А значит, свой набор нод. Давайте посмотрим, какие есть ноды в этом контексте. Для этого перемещаем курсор на нодовый граф и нажимаем кнопку Tab. Вот наше менюшка со всеми нодами, которые мы можем создать. Или вот сюда переходим в All. Полный список нод. Все эти ноды, они являются нодами объектного контекста. Следующим контекстом будет контекст геометрии. Для этого мы просто дабл кликом заходим внутрь этой ноды, нашей сферы. Видите, что поменялась надпись. Теперь здесь написано геометрия. Также этот контекст называется SOP контекст. SOP означает surface операторы. В Гудине ноды называются операторами. Нода это более общее название. Для Гудине это оператор. Поэтому SOP это surface операторы. Так вот, геометрический контекст отвечает за то, как выглядит объект. В данном случае у нас сейчас создана нода, которая создает сферу. Я могу с таким же успехом через tab-меню зайти в примитивы, создать бокс. Сейчас объект не выглядит как бокс, потому что у меня активна сфера. Это можно определить по вот этим окружностям. Чтобы включить активный бокс, нужно нажать на последний синий флаг. Теперь объект выглядит как бокс. Синий флаг называется display flag. Он означает, какая нода внутри объекта является финальной. Той, которая задает форму объекта. У вас может быть здесь очень много нод, но с display flag может быть только одна. Теперь выйдем обратно на контекст сцены. И увидите, что эта нода никак не изменилась. То есть фактически данная нода является контейнером. И ей все равно, что находится внутри. Ей главное задать координаты для того, что там находится. А внутри, вот этим нодам, все равно где они находятся. Им главное создать форму объекта. То есть очевидна разница между функциями контекста. Один отвечает за положение объекта, другой за его форму. Более подробную разницу между ними я буду рассматривать на соответствующих занятиях. А сейчас мы поедем дальше. Следующий контекст, который мы рассмотрим, это shop. Здесь написано shaders. Ну и shop соответственно означает shader операторы. Это контекст для работы с материалами. Откроем таб меню и посмотрим, что здесь есть. Вот они все ноды, которые мы можем создавать в этом контексте. Соответственно они предназначены для того, чтобы создавать шейдера. Есть аналогичный контекст, который называется mat. Он что-то общее между шейдер контекстом и vex контекстом, о котором мы еще поговорим. Здесь таб меню будет выглядеть внушительно. Потому что собраны ноды из двух контекстов. Об этом мы поговорим тоже попозже. Следующий контекст это shop-контекст. Здесь написано просто cх, это имя ноды. Здесь написано motion-fx-networks. Shop-контекст или channel-operaторс отвечает за процедурную анимацию. То есть процедурная обработка анимационных каналов. Channels это каналы. Этот контекст имеет свою собственную панель. Называется она motion-fx-view. Когда мы будем работать с чопами, мы здесь будем видеть результат изменения анимационных кривых. Здесь мы можем создавать только один тип нод, который обозначает чоп-нетворк. А зайдя вовнутрь мы видим контекст motion-fx. Непосредственно это контекст для работы с анимацией. И тут мы увидим все ноды этого контекста. Но это пока не важно. Мы идем дальше. Image-контекст. Или compositing-networks. Этот контекст отвечает за работу с двухмерными изображениями. Назначение то же самое, что у композных софтов, если вы знаете такие. Например, Nuke или Fusion. Здесь также есть Image-network. А внутри контекст compositing. И вот они все ноды для работы с 2D изображениями. О них мы поговорим попозже. Следующий контекст это Out. Outputs. Этот контекст отвечает за вывод данных из Houdini. То есть рендер. Посмотрим ноды. Вот они все ноды, которые отвечают за рендеринг. Здесь есть рендер под разные рендер-движки. Есть кэширование. Ну и различные утилиты для настройки процедурного экспорта. Ну и последний контекст из этого меню это VEX. VEX это язык программирования в Houdini. А VEX Builder это среда визуального программирования. На самом деле этот контекст встроен в большинство других контекстов. Но также имеет свой отдельный контекст. Вот такую вкладку. Для чего и почему я все расскажу на соответствующем занятии. Теперь перейдем в контекст объектный. И посмотрим еще два контекста, которых нет вот в этом общем списке. Это у нас DOP контекст. Я создаю DOP Network. Захожу внутрь. Мы здесь видим контекст Dynamic. Или DOP контекст. Dynamic операторы. Так, и в SOP контексте можно обнаружить еще такую ноду. POP Network Old. Old потому что этот контекст уже устарел и не используется. Здесь он остался просто для совместимости. Если я его создам, зайду сюда, мы здесь видим Particles. То есть контекст для работы с частицами. Раньше в Houdini был такой контекст, но сейчас его заменили. А чем заменили? Если мы нажмем еще раз POP и выберем обычный POP Network. А POP, как вы догадались, означает Particle Operator. Зайдем сюда. У нас обычный динамический контекст. То есть частицы переместились в динамику. Ну вот, собственно, все контексты, которые есть в Houdini на данный момент. Houdini довольно активно развивается. И в будущем вполне могут появиться новые контексты. Или удалиться какие-то старые.